Итак, мы будем говорить о естественных игрушках. Я бы, по сути, ими бы и занимался. Их здесь очень, очень много. К слову, о конкурентах. С такими центрами конкурентов и не бывает. К слову, о мести. Это магазин Орион. Выезд в сторону озера Солёное. Честно я вам скажу, я сам машины свои ремонтирую. Пункт номер один. У нас нет людей, которые машины делают. И пункт номер два. Платить кому-то что-то вообще не собираюсь. Бред это всё. Сам делаю, оно не так часто ломается. Но, тем не менее, результат очень вкусный. То есть, грубо говоря, за эти два дня я сэкономил для себя 10 тысяч рублей. Что я сегодня и потрачу. Где? Естественно, в Орионе. Вот так вот. Не дам я косякам, сэкономлю и сделаю для сына. Всем бы так научиться. Хорошо. С улицы выходишь, там 32 градуса. Вот сейчас два месяца, вам необходим кондиционер. Больше здесь кондиционер не нужно. Ну, кроме всего прочего, я думаю, в этом году можно будет и на корабликах поплавать. Вы же купаетесь? Вот. Великолепные кораблики. Продемонстрирую какие. Это патрульный корабль и это корабль борцов с огнём. О, о, о. Кроме всего, дополнительные катера. Ну, конечно, всё это круто. И всё это на радиоуправлении. Оп, пацан. Чем Магнитогорск хорош? Ну, чем он хорош? Тем, что у нас есть и лето, есть и зима. Нормальное место жительства. К слову, о зиме. Сейчас продемонстрирую. Это будет супер. Ты видишь, и для меня это тоже хорошо. Во мне соточка с небольшим. Жена кормит хорошо. О, вот так вот, представляете, я могу так же, как и мой сын, ездить. Теперь, почему эту штуку не купил? Ну, не было такой штуки. Чем эта штука хороша? Ну, пункт один. Обращаю ваше внимание. Фонарик. То есть, вы можете кататься, и когда ночью теменько. А теменько-то у нас ночью после пяти часов, а потом уже темень. И всё. Теперь дальше. Вообще супер. Придётся мне такую штуку купить. Для себя, естественно. То есть, как правило, такую штуку надо таскать. Где-то и что-то. Но, скорее всего, для сына, естественно, куплю. Потому что другого варианта нет. Сейчас. Смотрите. Тран-да-тран-тран-тран-тран-тран-тран-транс. Нормально? О! И всё-то есть здесь. В магазине Орёл. Говорили мне. Я в своё время давненько на нём катался. Сейчас продемонстрирую. Если не упаду, это будет клёво. Еду к вам. Вот так начинается. Ну, ладно. Классно, да? Отличные скейты. Ох, в наличии. Пожалуйста. Хотите вот... Это фильм Мстители. Все собрались здесь. Такой. Что-то другое. Никаких проблем. Да, вот. Вот. Ах, клёво всё здесь, да. Замечательно, замечательно. И цена-то, цена-то дёшево стоит. Потому что всё это для детей. Ой, какая красота! Когда я говорил... Вот мы когда с сыном беседовали, с владельцем этого магазина, я говорю, когда будут... Вот эти штучки. Она мне сказала, давай подождём немножко. Конечно, всё хорошо. И, конечно, Китай бы хотел в два раза подняв цену. Нас быстренько взять. В смысле, наши денежки взять к себе. Ну, мы как-то быстро и не получилось. Понимаете? Мы сидели и ждали, когда цены опустят. Цены опустились и, пожалуйста. К слову о том, сколько вот эти машины везде и всюду стоит. Помните, местечко там одно? Я вам рассказывал, оно пропало куда-то, да? Так вот, эти машины там стоят по 30 тысяч рублей. Здесь практически в три раза дешевле. Ну, то есть, максимальная цена это вот 11500. Ну, хороший, кстати, джип. Практически N-VOOG. Я, честно понимаю, главную суть. Когда человек играет, он развивается. Он не сидит у компа, он работает. Но и для некоторых, и для взрослых можно купить и кое-что другое. Ну, к примеру, обод для талии. И вот вам результат. И мама в свои 38 ягодка опять. Ну, круто. Ну, круто. К счастью, мой ребенок уже с этого возраста вышел. Но у тех, у кого дитё ещё мелкое, почему и нет? То есть, ну, обратите внимание, какие самокаты. Есть и такие вещи, на которых человек может просто сидеть и ездить. Вон они. Круто. Круто. И такого я нигде не видел. Что-то непонятное для меня. В детстве я часто заходил за игрушками. Сейчас реже, но суть событий такова. Каждый раз в магазине Ориона я попадаю в ступор. Вот было такое время, да? И оно закончилось. Я думал, что мы никогда больше не увидим Звёздные войны вообще. Но кое-что поменялось. И мы сейчас видим Звёздные войны. И Звёздные войны не заканчиваются. К слову о Звёздных войнах. Очень хорошие штучки есть. Очень хорошие штучки. И вот это фирма LEGO выпускает. Хотя, по сути событий, что такое фирма LEGO? Это просто какой-то бренд, да? То же самое здесь есть. То есть Space Fights. То же самое. Красиво. Хочется собрать. Хочется собрать. Однозначно. Вот. Кроме всего прочего, помните, да? Третья серия Звёздных войн. Вот такая штука там была. Нормально? Вот тоже самое, если другая штука. Она абсолютно одинаковая. Там написано Star Wars. Ну, или хотите, вот, пожалуйста. Star Wars. Вперёд из песней. Это типа... Это штука, которая ездит по суше. И вообще, надо просто понимать, что коллекция LEGO здесь очень сильно крутая. и очень большая. И это, в принципе, очевидно и для вас, и для вашего сына. Если кто-то сказал, придите, купите и сделайте вместе, потому что по-другому не получается. И мы, конечно, с сыном собираем, но тут самое главное. Механизмов типа LEGO пруд-пруди. LEGO, конечно, много. Но если брать все, то ни один магазин можно таковыми игрушками и заполнить. Сейчас, сейчас, сейчас я плакать буду. Буду плакать? Ну, понятно, что я здесь всегда плачу. Ну, хотя, о чем вы будете говорить? То есть, как бы, третий год я уже здесь и вы должны сказать, что Леша, ты можешь и не плакать. Буду плакать однозначно. Не было такого, вообще не было такого. То есть, крутизна, конечно. У меня был такой в свое время вождь племени индейцев. Красивый такой, разноцветный. Все просто балдели от него. Это было 10 лет. Когда мне было 10 лет. Супер было. Откуда мы его принесли, я понятия не имею. Это была явно не Россия. Откуда-то привезли из подальшего. Вот это вообще не было. Хороший Супермен. Ух, накачанный мужичок, так-то, если честно. Вот. Помните, про Звездные войны мы говорили? Так, Звездные войны, ну, вот, пожалуйста, все, что есть. И вы можете надеть маску, став Дартом Вейдером. Мне не получается, слишком маска маленькая для меня. А вот для сына, в принципе, нормальная. Ну, и сама красота-то. Старворс. Здорово. Теперь, помните, игрушки были разноцветные. Все сейчас есть. Вот они, рыцари, замечательные рыцари. Круто? Красиво. А если, допустим, спецназ, то же самое. Пожалуйста. Все раскрашено, и это круто, и это замечательно. Это все есть в магазине Рива. Почему мы здесь неоднократно? Да все просто. Есть несколько сетей, но такого аромата нет. Я просто объясню, здесь каждый месяц новинки. Вот представьте, да, в прошлом месяце сын говорил, что здесь круто все. Круто все, и все это дело разбирается. Моему сыну все это дело хочется. Что это такое? Это смешарики. Но это очень крутая штука. Потому что я в действительности тоже это дело смотрю, и иногда, и иногда. Там есть такие вещи, которые я даже сам не знаю. И все это для наших детей. Очень круто. Очень круто. Мне все это дело нравится, и не хотел бы я ничего другого. Да, конечно, все это сделано в Китае, но красота. То есть у нас пингвин, филин, что это такое? Бараш. И как называется? Би-би. Разбирается. Круто. Сын тоже бы хотел. Но все это, конечно, для девочек. Как для девочек вот эти штучки. То есть посмотрите внимательно, как можно девочку одеть целиком. Сколько платьев? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать платьев на одну девочку. Круто. И возвращаясь к истокам. Зайдите в интернет и подивитесь. Я как-то раз сыну показал, как я его люблю. Очаровательный вид я и вам продемонстрировал. Он был очарован машинками. Так вот тоже и каждый месяц и машин-то море. Не так давно я получил разрешение. И купил себе три ствола. Еще возьму двушку. Больше нельзя. Но когда я получал разрешение, я дома вытаскивал пистолеты, которые сыну брал. Брал пистолеты. Но они были не такие крутыми. То есть вот сейчас это настоящий металлический пистолет. Крутизна. Навороченная. Нужно поставить типа глушитель. Ну вот так. Для красоты. Стрелять обыкновенными пульками. Вот. Сюда вставляем наши пульки. Ну красиво. Просто красиво. Берем так вот. Взводим. И производим выстрел. Крутизна. По весу практически то же, что и настоящее оружие. Но это все есть здесь. Цена вопроса. Халява. К слову о ценах. Меня в оконцовке попросили рассказать про цены. Ну чтобы было понятно. Все ездят на велосипедах. Все ездят на велосипедах. Вопросов нет. Но возникает дивная проблема. Иногда иногда колеса сдуваются. И где вы будете эти самые камеры искать? Потому что все же без камерки. Правильно? Камеры здесь есть. Цена вопроса. Но я взял максимальную камеру вот такую. На 19. Вот. 140 рублей она стоит. К слову о дешевизне. Самая дешевая это кубики рубика. 20 рублей. К слову о другой дешевизне. Вот машинки такие. 1,64. Вот такие же машинки в метро стоят в 3 раза дороже. Это кому-то нужно или нет? Мне нет. И вопрос о вот этих замечательных мячах. Они здесь есть и они стоят опять же дешевле чем где-либо. То есть мы о чем говорим? Когда-то мне говорили, что нельзя это дело показывать, но мы не будем показывать где что, как и есть. Мы просто покажем то место, где все это в разы дешевле. А в разы дешевле где? В магазине Орион. Где все есть. Да как всегда компьютерная графика. Едем на север по советской. Далее на запад по вокзальной. И место-то явное находится здесь. Единственный правильный поворот направо. Чуть проехали в третий поворот в ту же сторону и вот магазин Орион. Цена-то вообще копейки все стоит. Как вы неоднократно это дело объясняли. По сути в этом месте в месте самых дешевых цен скоро здесь игрушка маркер был или что я не помню какой и его тоже нету нету здесь вообще ничего потому что рядом с Орионом ботаться с ним не получается. Так что господа если что-то случится никаких цен больших не будет. Просто приходите сюда и покупайте все это в разы дешевле чем в других местах.